Получить новое жилье взамен Ветхова еще не хэппи-энд. В этом на собственном примере убедились счастливые новоселы дома номер 32 по улице Романа Куклева в Кохме. Переехав в свои квартиры, люди стали получать сомнительные счета от своей нынешней управляющей компанией Новая Кохма. Вот они с виду все нормально, но если повнимательнее прочитать, в столбике перерасчет приписка к каждой позиции. В итоге получается порядка 150 рублей ни за что. Я увидела и стала звонить свою управляющую компанию. Со мной поговорили очень нетактично. Сказали, что эта цифра – сбой в компьютерной системе. Если бы сбой был в сторону уменьшения платы, проблем бы не возникло. Но так управляющие компании ошибаются редко. На вопрос, нужно ли платить за эту опечатку, жильцам ответили туманно. Вот компьютерный сбой и все. И все. Вот мы ничего сделать не можем. И больше этого не повторится. Но я не уверена в этом. Тамара Михайловна до сих пор мучается вопросами, платить или нет. А если нет, не начнет ли копиться долг за компьютерный сбой. А есть люди, которые в квитанции не вчитываются. Они уже заплатили. Вернут ли деньги. По 150 рублей с квартиры всего с дома получается по самым скромным подсчетам порядка 15 тысяч рублей в месяц. Все эти вопросы мы адресовали непосредственно администрацию управляющей компании. Правда, общаться на камеру коммунальщики не пожелали. Нашлись дела поважнее, чем успокоить жителей. А за кадром сказали, что лишнее можно не платить. Хотя смотря, что считать лишним. Жильцы вот еще, мягко говоря, обескуражены размером платы за ОДН. Например, у Татьяны Михайловны она почти равна сумме за электроэнергию, употребленную в квартире. Вот у нас микроволновочка. Мы ей пользуемся постоянно. Вот. Теперь у нас электроплита. Она у нас постоянно работает. Духовочка работает. Электрочайник у нас работает. Вот. Пьем мы чайок часто. Вот у меня холодильничка есть. Хоть небольшой, но нормальный. Так. Теперь, значит, у меня есть компьютер. Я им пользуюсь постоянно. Постоянно работаю на нем. Вот. Телевизор. Пожалуйста. Тоже работает. Стиральная машина. На автомат. А в подъезде по одной лампочке на этаже. Энергосберегающий. С датчиком движения. Но это уже о грехе законодательства. Пока жильцы не проведут собрание, не обратятся все вместе в управляшку с заявлением. Перевести их на оплату ОДН по счетчику придется отдавать космические суммы. А процесс этот может затянуться. Жильцы до сих пор на чемоданах. Многие еще не въехали. Забавно, что управляющую компанию они не выбирали. Просто подписали согласие в стопке документов. А избавиться от нее теперь проблема. До тех пор, пока соседи не познакомятся между собой. Но может, это их как раз и сплотит. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.